Босс моего мужа. Автор Агата Санлайт. Пролог. Тяжёлое мужское тело нависло надо мной, не позволяя высвободиться. Только сейчас я ощутила и силу Эльдара, и его властность, и его напор. До этого момента я словно играла с ласковым и сытым тигром, гладя того по загривку и слушая довольное урчание. Играла, сама не понимая, что делаю и насколько рискую. А вот теперь зверь показал клыки. В одурманенном страстью мозги замигали все сигнальные лампочки. Стыд и раскаяние пронзили всё моё существо. Страх сковал по рукам и ногам, заставив поёжиться, и холодом прокатился по телу. Боже, что теперь будет? Что мы наделали? Что я наделала? Пусти. Собственный голос показался мне жалким и писклявым. Может, повторим? Эльдар двинулся, демонстрируя, что вполне может, очень даже готов. Я дёрнулась и закричала. Да отпусти же! Эльдар откатился, накинул покрывало и отправился в душевую. Я заспешила туда же. Благо, на фирме Андрос душевые для мужчин и женщин располагались отдельно и примыкали к этой странной переговорной комнате. Я окатилась тёплой водой и, не найдя ничего лучше, вытерлась салфетками, что лежали на полочке возле раковины. Убила практически всю пачку. Ну и ладно, не разоряться. Как повысить мужу зарплату, шиш. А как забабахать громадную душевую в офисе, спортзал, кафе. На это им денег не жалко. Держи. От резкого звука я едва не поскользнулась на кафельном полу с подогревом. Схватилась за кран и восстановила равновесие. Слава богу, в Андросе сантехнику делали на совесть. Кран не оторвался. В щёлку двери просунулась мускулистая рука Эльдара с большим голубым полотенцем. Нога сорок пятого размера втолкнула в помещение шлёпки размером не меньше. Я сунула в них ноги и принялась вытираться нормально. Обернулась полотенцем и посмотрела на себя в зеркало. Испуганная женщина лет тридцати. С большими карими глазами и кукольным личиком. Немодным в эпоху, когда котируются пухлые губы, как у рыбы. Эдакая русалка. Только наоборот. Морда рыбья, а низ женский. Мои губки бантиком вышли из моды уже очень давно. Подтянутые благодаря йоге фигурой я всегда гордилась. И на каждом корпоративе демонстрировала шпагаты. Выйдя из душевой, я застала Эльдара одевающимся. Я думаю, мы уже всё обсудили. Бросила я ему, торопливо натягивая лосины и водолазку. Внезапно мужчина выпрямился во весь свой почти двухметровый рост. Приблизился в два шага, напоминая, что давно и всерьёз занимается борьбой. Под смуглой кожей перекатывались бугры мускулов. На красивом лице с крупными, но гармоничными чертами, пухлыми губами и тяжёлой челюстью застыло нечитаемое выражение. Внезапно мой нечаянный любовник выбросил вперёд руку с истинно борцовской скоростью и слегка подтолкнул. Пикнуть не успела, как очутилась прижата к стене, а с двух сторон от головы оказались руки Эльдара. Снова он вёл себя необычно. Не так, как ещё недавно. Куда делся холёный босс, который объяснял мне, на какие темы обратить внимание в книге про Андрос, комментировал медицинские проспекты и статьи. «Ты чего такая испуганная?» Спросил Эльдар, наклоняясь ближе. «Жалеешь?» «Да», — выдохнула я. «Не знаю, что на меня нашло». «А я знаю», — выпалил он, яростно сверкая зелёными глазами. «Твой муж слабак и голодранец, а я могу тебе дать многое. В постели в том числе». «По-моему, этого пункта в нашем договоре не было», — возмутилась я. От гнева на этого самодовольного ублюдка, которого ещё недавно считала вполне порядочным мужчиной, дерзость вернулась ко мне. «Не было». Бархатистый голос Эльдара стал немного менее резким, однако лицо его оказалось почти напротив моего. Горячее сбивчивое дыхание коснулось носа и щёк. Я и сам не думал, что всё так обернётся. Но я привык решать всё быстро и сразу. Губы ястребова недопустимо приблизились к моим, отвлекая внимание и сбивая ход мыслей. Его раздувающиеся ноздри почему-то напомнили о хищнике. Красивом, мощным, опасным и одновременно дико притягательным. Именно дико. Это слово очень шло Эльдару, так же, как и его брендовая одежда. Жар мужского тела будто лип ко мне, как знойный воздух юга. По коже пробегали разряды. Губы покалывало, потому что я всё время думала о недавних наших поцелуях. Босс мужа бессовестно и безостенчиво пользовался тем, что меня тянуло к нему. Именно как к мужчине. В сексуальном смысле. Он собирался выдохнуть остаток фразы, но я перебила. Я всё решила. Выплела на едином дыхании. Ничего не было. Книгу я сделаю, а всё остальное... Этого не было. Не было. Ястребов усмехнулся. Убрал руки и вернулся к своей одежде. Я мог бы рассказать твоему благоверному, но уверен, ты сама рано или поздно прибежишь. Главное, чтобы не опоздала. Я могу найти помоложе и позговорчивей. Возможно, ты и выглядишь младше своих лет. Но я знаю, сколько тебе на самом деле стукнуло. Я знаю всё про вашу семью. А пока работай с книгой. Всё, что нужно, я тебе дал. Последняя фраза прозвучала настолько двусмысленно, что у меня вспыхнули щёки. А шумное дыхание Ястребова напоминало о том, что смущало ещё сильнее. Грудь моего нежеланного любовника ходила ходуном. Зелёные глаза метали молнии. Я быстро надела сапоги, накинула пуховик, шапку, шарф и выскочила из помещения так, словно спасалась с пожара. В голове гонгом гремели слова Ястребова. Я мог бы рассказать твоему благоверному. И жгучий стыд кислотой разливался внутри. Опалял внутренность, и во рту появлялся отчётливый вкус желчи. Я изменила мужу. С его боссом. Глава первая. Ангелина. Помнишь, я говорил, что на нашей фирме сейчас проходит нечто вроде ребрендинга? Уточнил Николай, надевая рубашку. Я крутанулась на стуле, спиной к компьютеру, лицом к благоверному. В общем, новый учредитель, который теперь главнее всех, потому что спас фирму в момент кризиса, решил всё же сделать книгу. И я предложил твои услуги. Я чуть не подпрыгнула в кресле. Ура! И трижды ура! После увольнения из редакции каждого дня я работала, что называется, как самозанятая. Писала для разных интернет-изданий, делала книги на юбилеи всевозможных компаний, пиар-статьи, рекламные буклеты. Всё, что заказчик захочет. Работа радовала тем, что не приходилось ездить в офис, выслушивать едкие замечания Алтура Наилевича, бессменного редактора каждого дня, вот уже 15 лет. Его ещё называли «Бессмертный редактор». И шёпотом добавляли «Кощей Бессмертный». Мне больше не требовалось издеваться над собственным телом и разумом, отсиживая на брифингах разных чиновничьих структур. Над телом, потому что к концу двухчасовой говорильни голова раскалывалась от попытки вычленить хотя бы каплю полезной информации из потока бессмысленных лозунгов, обещаний и прочего. Над разумом, потому что приходилось делать вид, что всё это жутко интересно и, мало того, полезно населению. Однако, если журналиста ноги кормят, то меня сейчас кормили руки. Я искала заказы по всему интернету и отрабатывала их. Конечно, я могла устроить себя в неурочные выходные, если месяц выдавался особенно удачным. Зато в неудачный приходилось пахать и в субботу, и в воскресенье. Я ожидала продолжения банкета, то есть и рады мужа, но он надел брюки и спустился на первый этаж дома, оставленного мне в наследство мамой. Я последовала за Николаем. Благоверный налил себе цикория с молоком и присел за барную стойку. И… Я покрутила рукой в воздухе, предлагая Николаю разродиться подробностями. Тот только плечами пожал и сунул мне визитку, которую только что извлёк из кармана брюк. Вот. Позвонишь Эльдару Ястребову. Он родственник Александра Томилина. Этого? Который, по слухам, племянник какой-то бывшей шишки из КБГ? Его самого. И живёт он в том же посёлке, закрытом для нормальных людей и построенном на территории бывшего заповедника. Я догадалась. Я покрутила в руке визитную карточку. Чёрный фон, серебристая вязь, чёткие буквы, по которым было ясно. Владелец визитки предпочитает, чтобы его узнавали по имени, а не восторгались прекрасным шрифтом. Ладно, позавтракаю и позвоню. Я проводила Николая до дверей. В рубашке и джинсах муж выглядел хорошо, да и сохранился неплохо для своих сорока с хвостиком. Давали ему не больше тридцати пяти. Высокий, крупный, мускулистый. С едва наметившимся животиком. Впрочем, он уже почти убрал всё лишнее и теперь застёгивался на другую дырку в ремне. Русые, почти белые волосы муж собирал в хвостик. Когда он скрылся за дверью, я вернулась на кухню, наскоро позавтракала и набрала нужный номер. Поесть вкуснее и плотнее я ещё успею. А хороший клиент может найти и другого пиарщика для книги про свою фирму. Да. Бархатистый мужской голос звучал приятно, и почему-то я заволновалась. Наверное, из-за жирного заказа. Сердце пропустило удар. Я изо всех сил старалась говорить спокойно, ровно и деловито. Но всё равно приходилось делать паузу, чтобы скрыть сбивчивое дыхание. «Эльдар Гусманович, я… я Ангелина Воронова, жена Николая Воронова. Муж сказал, что вы готовы заказать мне книгу о фирме Андросс?» «Да», – оживился Эльдар Гусманович. «Давайте сегодня же встретимся и всё обговорим. Я ещё вчера наскоро набросал договор, и сейчас юристы вернули его». «О, как, целый договор. Прежде я работала, можно сказать, на доверии, без контрактов. Просто договаривалась и делала. Однако ничего страшного в том, чтобы скрепить всё официально, я не видела».